Hi my students! Сегодня неожиданные экстренные сообщения мы сделаем в связи с трагической гибелью российского посла в Турции Андрея Карлова. Опять же с точки зрения матрицы теории Пифагора мы рассмотрим основные причины вот этого события. Ну, предварительно мы несколько исторических фактов приведем. Ну, мы помним, что дипломатия какая была при Сталине, это вот вырос при Сталине Громыко, буквально, как говорится, снизу вырос и достиг больших высот. Ну, сейчас у нас вот в медиа возглавляет место Громыко у нас из Сергей Лавров. Ну, сугубо положительный, конечно, человек, турист, разносторонний, кататель на плотах и в стройотрядах участвовал в студенчестве. Вот он везде, как говорится, друзья его знали, выручал друзей в походах и зажигал с одной спички костер, зажигается одной спички костер. Вот. Ну, с другой стороны, заядлый курильщик конфликтовал с Кофиананом насчет курения. Кофианан ему запретил курить в помещении, он ему ответил, что это не твое здание, принадлежит всем, ну, а ты тут только управляющий, не командуй тут. Ну, матом также посылал он этого английского там представителя МИД Англии. То есть он, за словом, в карман не лезет. В смысле, ненормативный лектор сикой пользуется даже на английском языке. Но это мы к тому, что мы должны сначала, конечно, начальника посмотреть, его психоматрицу, куда он вообще-то был приспособленный, почему он попал на эту должность. Вот мы посмотрим, смотрите, что Пифагор дает насчет Лаврова. Смотрите, он генерал, да, у него, да, он может спустить собаку, может матерком покрыть. У него две двоечки. Ну, вот, видим, он уже не дипломат. Он медик или вот две тройки он ученый. Как минимум, вот, ученый. Кроме того, у него вот эта вот нулевка, это здоровье. Вот, ну, видимо, Куреуму он еще усугубляет его. Физический вот этот труд, вот у него нулевка, у него необходим физический труд, он вот этими турпоходами и стройотрядами наверстывал. Вот он положительное для себя делал. Так бы, по идее, ему все время заниматься физическим трудом. Или сочетать вот с наукой. Многие ученые сочетают. Физический труд и спорт. Вот, помним, Хохлов Рэм Хохлов, он и на горы ходил, и ученый был с мировым именем. Вот дальше у него что? Вот шестерка. Ну, здесь присутствие некоторого фанатизма у него есть, конечно. Вот. И многоцелевик, то есть много ставит целей перед собой или одну не, одну, которую невозможно достичь. Ну, это самое, что сказать про его происхождение, он пишется, что русский, но он, в принципе, ты, конечно, не русский Лавров. Хотя вот фамилия Лавров, но у него мама была, во внешней торговле работала, а отец у него был армянин, как известно. Ну, там в семье он не жил, как обычно многие армяне на русских, которые женятся, они потом от них сбегают. Ну, вот он такой вот армянин. Полуармянин, полу... вот русский или, может быть, работница внешней торговли, если она была русской, то допускали. Это все сомнительно. Ну, в общем, короче говоря, когда Сталин-то Берию вызвал к себе уже под конец, где-то в 52-м году или в 51-м году, он вызвал и говорит, почему в моем окружении так мало русских. Говорит, все время, говорит, грузины, да грузины, да хохлы, говорит, эти. А русских-то нету. А Берий ему отвечал, так я же всех их... Но примерно-то мое уже мнение. Что он ему отвечал, это я вот думаю здесь. Ссылаться не буду и цитировать не буду. Наверное, подумал, так я их же и всех расстрелял, начиная с Кузнецова, Ленинградского и так далее, и так далее. Но не в этом дело. Факт то, что мы видим, что у нас часто на иностранной арене у нас Россию представляют нерусские люди, то есть далеко нерусские люди. Хотя они хорошие, положительные, все, но они не для того были приспособлены. Вот взять психоматрицу этого же самого Лаврова, вот возьмите. У него две тройки. Это ученый, два-два медик. И он собирался же в физтех идти. Он поступал в два института сразу. Он в физтех поступал и в МГИМО. И он, видимо, прошел и туда, и туда. Ну вот, видимо, то ли родные ему сбили на этом МГИМО, то ли что. Но фактически они сбили ему всю эту психоматрицу. И вот он закурил от этого несовпадения. А так бы вот физик какой-нибудь Сахаров пропал в нем. Сергей был бы Сахаров, да, по величине академик. А сейчас он вот возглавляет такое провальное министерство, как сейчас называется. Оно фактически становится провальным, потому что все международные наши дела, все постепенно катятся в унитаз. Благодаря вот этой непрофессиональной, повторяю, непрофессиональной, то есть даже не этой, не кармической деятельности этого министерства внешних дел, как говорится, с ношений иностранных дел. Ну вот такой у нас табачный капитан. В результате такой вот нестыковки и перехода страна перешла, он ловко сориентировался и он еще стал буржуазным таким дипломатом. Но об этом можно судить как? Вот дочка у него. Она является директором московского отделения, московского отделения дома Кристис. Взять таблеточный бизнесмен, то есть нам выпускает вот эти дракс, таблетки, которые везде у нас их впендюривают, но там внутри непроверенные вещи. Вот такие чисто буржуазные вот эти места, дом Кристиса, и уже у него пошли такие направления. То есть обуржуазились люди. По две они уже личину надели русских людей, но стали чисто буржуазными. А там-то нас за границей это представляет. Вот это русские все виноваты, все это русские. Это, как говорится, вот такой диссонанс-то получается. А еще Сталин говорил, что у нас всего в правительстве русских-то нет. Вот так. Но это предыстория, это вот начальник какой. Теперь мы рассмотрим вот этого трагического нашего Андрея Карлова. Значит, ну во-первых, что надо отметить, что он тоже не дипломат. Тоже. Что он по психоматрице, в принципе, должен был бы следователем или медработником тоже и совсем другой, совсем другой личностью. Вот посмотрите, пожалуйста, вот Карлов какой. Как загубил его эта дипломатическая работа. У него, значит, тоже две двойки, это она медика тянет. Но у него тяги к наукам уже нету, в отличие от Лаврова. У него нулевка здесь. Ну, все же говорит, что он очень скрупулезный человек. Работу скрупулезную выполняет. У него здоровье-то было отменное, в отличие от Лаврова. Он, видимо, на его место и готовили его. Тем более, что у него вот такое вот предвидение. Да, предвидение, две пятерки. Интуиция. То есть он должен быть бы следователем. Вот эти семерки, тем более он удачев в играх, ну, забывчив добродетельств, это уже другое дело. Вот. Ставит много целей тоже. Шестерка. Ну, а с духовностью у него все в порядке было. Он был человек, как Папа Римский, святой. Вот. И все у него остальные данные очень хорошие. То есть эта психоматрица очень хороших людей. Вот то, что Лаврова я говорил. Но они не предназначены для этой дипломатической работы. Вот медик прекрасный, следователь прекрасный. О чем мы здесь вот об этой психоматрице? У нас целый плейлист есть. Кадры решают все. Там психоматрица Пифагора называется. То есть феноменология Пифагора. Так плейлист называется. Но он посвящен целиком вот подтверждению такому экспериментальному. Совпадению вот этого вещей. Как видим на примере Лаврова, так это точно. Он в физтех уже поступал, но выбрал вот на этом вот две дороги, как говорится, и выбрал он. Ну, а то, что он в душе, как говорится, нерусский человек, об этом свидетельствуют его стихи. Он же пишет стихи, он талантливый человек, играет на гитаре, пишет стихи. Я здесь приведу пример его стиху. То есть про Россию неважнецкий у него там отзыв о России-то. Вот. Поэтому люди не на своем... Вот как в басне Крылова говорится, что пироги печет сапожник, а сапоги точает пирожник. Вот такое у нас... И к этому мы сейчас и приходим в дипломатии. То есть то, что вот в Америке тоже послов стреляют, все это и это, это все следствие неправильной работы. Мы тогда на Клинтон грешили, что вот Клинтон, она это провалила всю дипломатическую работу, и у нее даже посла застрелили. Вот тебе, пожалуйста, вот тут вот то же самое. Тот же самый непрофессионализм. Ну как вы, извините, мы рассматривали стихоматрицу Клинтона, которая чудовище и лояль. Из нее, конечно, дипломат никакой. Так же, как и с физикой дипломат тоже. Это ясно, что никакой. Тем более, вот смотрите, Карлов. Это же ведь не состоявшийся революционер. Вот у него единица, стабильность. Революционер дух, революционер дело, он все старается переменить, все по-своему устроить. Ну а дипломат он такой не может быть. Он должен быть гибче, чем я это, и проворней. Вот. Тем более, вот если взять Лаврова, то это типичный ученый еще почему. Потому что вот у него единица насчет денег, вот эта вот клетка относится к деньгам. У него на самом низшем уровне. То есть он как сам по себе, если бы его не поднимали, как это, на лопате, то он не умеет зарабатывать деньги. Он только может их тратить. Ну а это вот характерно для физиков. Вот Эйнштейн, пожалуйста, он там ходил в этих драных носках, в кожаной куртке. Ну вот видите, какие он там открытий совершил. Так бы и Лавров мог, правда? Вот мы должны сейчас на ус мотать на свой. Даже в этом случае мы должны испытывать какой-то положительный опыт, принимать и учиться на других граблях. На свои-то не наставать. Тем более, вот смотрите, вот учили, он же был корейским дипломатом, Андрей-то Карлов. Он в Корее был посланником. И он знает корейский и английский язык. С чего, короче, его в Турцию-то загнали-то. Тем более, он похож на Петросяна у нас, на этого ведущего-то. Прямо как будто братья Петросяна. Тоже, наверное, из этих наших братьев Арбян. Как вот такого человека-революционера послать туда, наверное, на убой. То есть, это явная недоработка вот этого. Не учет, вот, ну, как бы, готовятся кадры по старым схемам. По схему позвоночника. Ну, там, если мама в министерстве, то есть, в этом внешней торговле, то здесь, в министерстве, на сторонах делался, ног присунулся. Все это по этой системе, по звоночной системе идет. Так же, как продвигался и вот Березовский, вот это его прямо поднимали, поднимали. А под ним ничего, эта диссертация, это задачка из теории вероятности. У него докторская диссертация. Так же и с Лавровым дела обстоят. То есть, кадровую политику нельзя запускать, надо смотреть это внимательно. Ну, и все это, конечно, на совести партии «Единая Россия». Потому что власть в стране находится в партии «Единая Россия». Партия «Единая Россия» сама себе голосов насчитала на выборах, как уже доказано. То есть, она там приписала себе, он в мытищах, сколько там в округах она приписывает. Ну, так же везде там по южным странам приписала себе 100%. Навбрасывали-то голоса-то. Ну, вот это вот результат будет. Вот. А страдают кто? Русские. Если армянин у них там внешней политикой занимается. Сан-Армянина. То, значит, русские должны страдать. И убивать должны их там вот в Турции. То есть, вот это чисто научно сейчас мы уже подогнали вопрос, что психоматрица Пифагора – это древнее учение. Оно государственное учение. Нет, общественное учение. Это касается нас всех, потому что мы же должны знать, кто над нами стоит, кто нами управляет. Имеют ли они на это право. Есть ли у них такой дар-то свыше. Или, может быть, они узорпировали это право. И по каким критериям они туда попали все. Вот такое мое краткое сообщение на этот счет. Желаю вам, как говорится, работать в пределах своей психоматрицы. Не упускать шансы, которые дал Бог. И даже в этот вот прискорбный день. А люди очень хорошие. Что вот Лавров, что Карлов. Но они не в свою игру играли. То есть, это все равно, что теннисистов в футбол выпустить играть. Вот по этой психоматрице. Так и получается. Кругом будут одни провалы. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Здоровья вам и успехов.